итак здорово той жирную мамашу за ногу давайте посмотрим как я прокатился на porsche turbo 911 но называется он здесь рюф ctr видимо это версия рюф рюф это вроде ателье тюнинговая как бы для porsche хуй знает короче не вникал то есть у бомбета я знаю альпина марседеса им же бра бусал то porsche типы рюф короче по поведению общем то же самое практически можно сказать что про audi до r8 тоже в общем там у его тормозит на торможении очень сильно колбасить начинает и легко занос именно на торможению на торможение с большой скоростью очень тяжело удержать тачку то есть да можно тормозить в пол педальки легко но только в пол педальки он тормозит медленно вот а если хочешь ты побыстрее то то нужно в полную педальку в полной педальки жопа начинает нести и этого ри бэтмаз пока вот в остальном машина в общем ну плюс-минус как audi по управляемости учился никаких особых таких нет то есть вот вас это корси там все-таки отличие большие по тачкам здесь я покатался на других тачках но отличие конечно есть но на эти так специфично вот видите меня занесло но не полностью вот этот пород сложный на вас это корси от парад легкий практически очень редко разворачивает вот поджид карси постоянно любит дальше я пытаюсь на максимальной скорости проехать да как бы из-за этого то что я уже пять раз сказал что тормозишь и на торможение там еще спуск и начинает нести жопу а медленно тормозишь тоже не успеваешь то вкрутиться а как дедушка не хочется ехать хочется жарить на самом деле мне еще один раз развернет на и трассе вот в принципе удовольствие хорошее до вас это корси нет паршака нового это новый паршак там есть старый будет кстати знаменитым не кинули видео желтая молния что я сделаю на нем тоже видео потом но там проблема в том что он бешеный то есть вот он очень сильно не вот видите тоже выехал неуправляемый вообще пиздец он очень мощный 470 лошадей вообще по современным меркам это мало но из-за того что он старый там он очень тяжелое в управлении то есть там чуть педальку нажмешься разворачивает к хуям очень мощный porsche я замечаю вообще особой устойчивостью не пользуется только в нфс пятом porsche там особенно до 911 98 года он нормально так держался а вот в других играх что-то паршачок не очень не очень хотя вроде такой достаточно жирной жопу не удавить она как сделано расширенные арки то есть я тоже делал обзор на porsche то можно посмотреть здесь не задница она расширенная относительно переда что по идее должен давать очень хорошее сцепление на жопе очень широкие шины да но по факту в этой игре как бы но на торможение единственная проблема все остальное хуйня там повороты в принципе его легко удержать если не чрезмерно большие скорости то есть повороте даже я вот на этом здесь были такие моменты я вот их может не увижу что здесь не самые лучшие камеры к сожалению мы лицо любят не фокусе я не не нашел настройку как это избавить чтобы все время было без деса field и в общем если не сильный занос принципе достаточно легко его поймать пуршачок вас от корска сложнее тачки ловить и достаточно легко на повернуть роль другую сторону только посильнее единственное что и в общем тачка ловится очень приятный картинка но это опять же за графики да то есть из-за руля очень приятный потому что у вас это корси нет такой графики он там слабее на тоже неплохая но послабее здесь охуенная график как снаружи так и внутри внутри там стекло спидометров они отсвечивают это очень охуенно выглядит детализация охуенная то есть очень приятно ехать в общем звучок вот правда не очень кстати скажу единственное что я правда еще на колонках за 150 рублей слушаю да как бы в ламы наушники одеваете но может быть хороший звук хуй знает not не знаю что не очень на колонках за 150 рублей не понравилось потом еще прокачиваюсь уже на наушниках я говорю здесь нет визга шин вообще нету чуть-чуть к это не визг а вообще чуть-чуть есть то есть вот это хуй знает я еще раз да повторюсь то что говорил в 8 обзоре что я не знаю какой симулятор лучше мне нравится этот и этот и у них у всех своя специфика да они по поведению очень сильно отличаются эти ассет курс project cars но утверждать что прожит cars такая аркадка не могу потому что арка на аркадках я очень много каких ездил и конечно могу сказать что здесь нет здесь нельзя сказать что аркадка ну ну непонятно да в общем не знаю короче затрудняюсь ответе как я сказал что пока не прокачивайся на реальной дачке к сожалению нельзя сказать потому что кит занос вот мне еще раз занесло все это блять все это спорно чуваки понимаете нужно на реальной тачке почувствовать как тачка вот самое главное как она стоит на дороге как держится как проходит занос понимаете я думаю на самом деле не ассет курс не project cars неправильно ну не особо правильно дает это понимаете я аж молчу про ускорение продольные про которые все время говорю буду говорить про это даже молчу он даже след от кинуть и все сомневаюсь чем еще нравится что на самом деле тачка постоянно подпрыгивает на ухабах и мне кажется это правильно потому что когда же когда форму формула 1 смотрел я очень давно да было видно что там . камера иногда на формулах есть камеры в последние года стала появляться она тоже постоянно трясется здесь вот тоже такая хуйня есть а вас и вот даже вот так вот видно со стороны да как . трясется вас это корси такой тряски нет но как бы есть но вот именно такой вот тряски нету действитель посмотреть как она . постоянно трясется принципе я думаю достаточно правильно потому что трасса неровная я не говоришь про перепады но даже принципе она неровные поэтому поэтому как бы в принципе мне кажется это нормально что она трясется вот мне кажется это достаточно реалистично вас это корси такой тряски серьезно нету буду постепенно прожить карс тоже много на какие-то очки делать все-таки здесь есть я здесь интересный автомобиль я еще много на каких прокатился поэтому буду еще пилить постепенно от видите какой вид с кабины то есть на приборной панели отражает солнце правильно так спидометр вот эти все дела то есть все очень круто лучше чем вас эти хотя вас это тоже неплохо ну здесь конечно покруче и асфальт здесь покруче как бы не со что-то это депса field не нравится blur но blur я вроде убрал настройках но все равно как-то но главное этот мазнил вот это типа без фокусная ну и деревья конечно такие слабенькие деревья на самом деле но опять же они еще из-за мазни от портится это мазня от блять я не нашел какой пункт отключается к сожалению конечно напортить на самом деле и некоторые гаммы нет гамма тоже не самый идеальный причем тачка выглядит шикарно хорошо . но вот вот этот зеленый цвет деревьев вот не очень но все собственно проехал я круг вот это уже второй повтор вот такой небольшой видео пакет вам